всем привет дорогие друзья с вами арам сегодня я хотел бы поговорить про наушники не очень часто в личку задают вопросы какие наушники стоит подобрать для сведения особенно задается вопрос бюджетные наушники какие подходят я решил сегодня снять видеоролик в котором расскажу о моих трех любимых наушников которые я часто использую во время сведения и советую всем тем ребятам которые интересуются но все-таки какие наушники выбрать для сведения давайте поговорим про первую модель это аудиотехника ATH50MX я эти наушники советую тем ребятам которые ищут выбор два в одном наушники для сведения и наушники для звукозаписи данные наушники являются наушниками закрытого типа которые позволяют вам использовать не только во время его сведения но еще во время звукозаписи эти наушники очень близко по характеру звучат к сенхайзеру 600 серии особенно 650 сравнивая сенхайзером здесь выражаются очень яркие ядовитые высокие частоты чуть-чуть неразборчивая середина и плюс из-за того что здесь наушники закрытого типа долгое время в них находиться очень так неудобно но в любом случае это очень классные наушники первую очередь для звукозаписи особенно по моим тестам я могу сказать что вокалисты вот в этих наушниках гораздо лучше поют и меньше детонация происходит во время пения чем например в случае бирдинамиксов и так далее это мой личный опыт подводя итоги могу сказать что единственное если вы захотите приобретать эти наушники обязательно посмотрите сторону программ коррекции sonar works real phones потому что эти программы открывают потенциал этих наушников на гораздо больше с помощью программ коррекции вы получите еще улучшение спектра потому что программы коррекции они специально предназначены для наушников бюджетного класса эти наушники которые вы видите в моих руках возможно вы не встречали либо никто не рекомендовал честно говоря мы тоже с друзьями про него узнали очень спонтанно один раз на каком-то интервью очень классный мастеринг-инженер рэнди меррил рассказал о том что джон ему посоветовал вот эти наушники и он использует именно в sterling sound эти наушники для чека и для остальных задач мы решили заказать это наушники psb серии m4u версия очень классная детализация очень ровные средние частоты очень не ядовитые высокие частоты достаточно не за читабельности материала про эти наушники можно часами говорить но большой плюс состоит в том что эти наушники закрытого типа есть у вас выбор просто подобрать один тип наушников которые подходят и для сведения и для звукозаписи я настоятельно советую посмотреть сторону этих наушников потому что они гораздо круче и лучше звучат чем аудиотехника эти edge серия эти наушники еще имеют большое преимущество ну для некоторых это мелочь для меня это большой плюс то что кабель который подключается с левой стороны запросто можно подключить с правой стороны и никакой разницы нету это особенно удобно когда вы используете аудиоинтерфейс с левой либо с правой стороны и вам нужно подключать кабель так чтобы он не мешал во время работы так что он настоятельно советую использовать эти наушники не пожалеете ни капельки ну и конечно же наш топ закрывает sennheiser 600 серия в моих руках находятся две версии это 600 серия sennheiser hd 600 и sennheiser 650 серия конечно же я бы эту в линейку добавил 660 с наушники которые тоже в принципе не отличаются но многие спрашивают в чем же разница этих двух наушников первое скажу что 600 серия является очень линейным если например вы электронный музыкант битмейкер и вам не хватает низа вы работаете с музыкой у которого акцент делается именно на низкие частоты то настоятельно советую посмотреть в сторону 650 либо 660 серии конечно эти наушники открытого типа и звукозапись в этих наушниках невозможен потому что все будет проникать микрофон но эти наушники вы можете использовать во время сведения это реально очень комфортные наушники в которых вы долгое время можете находиться я уже больше 7 8 лет использую эти наушники вот эта версия одна из самых старых которые у меня находятся в наличии и она ни разу не подвел своих задачах конечно полноценно свести в наушниках не получится и вам все-таки будут нужны мониторы но в этих наушниках теоретически до 70 80 процентов задач можно решать и по дефолту эти наушники без программной коррекции и дополнительного софта в принципе звучат очень классно стоимость в рынке этих наушников от 300 до 350 долларов в зависимости от рынка но в любом случае я считаю что за свои деньги это реально очень классные наушники давайте подведем итоги в моих руках находится топ 3 моих любимых наушника которые я считаю реально очень классными конечно есть поле классные модели которые стоят больших денег это хеды это audi езы и куча-куча топового класса но я считаю что за эти деньги можно купить хорошие студийные мониторы конечно же будет очень много людей которые скажут что есть классные наушники в принципе которые звучат как мониторы но я считаю что бюджет на наушники лично до меня заканчивается до 500 долларов и это реально максимальный бюджет который нужно позволить для покупки наушников в остальных задач все-таки если у вас больше бюджета 500 долларов нужно посмотреть сторону студийных мониторов подводя итоги могу сказать что аудиотехника универсальный вариант и для сведения и для звукозаписи вариант psb наушников я считаю что они гораздо круче чем аудиотехника их можно использовать для звукозаписи для сведения но долго в них работать не получится поэтому по комфорту я все-таки подбираю sennheiser и подводя итоги могу сказать что для меня опять же топовым наушником для сведения для долгой работы для аранжировки остается sennheiser 650 ибо 660 с серия которая является незаменимым наушником для этих задач вот эти два наушника вы можете подобрать если у вас бюджет ограничен если у вас нету средств на покупку например сенхайзера который стоит 350 долларов вы рассчитываете до 200 долларов наушники то посмотрите сторону этих двух наушников ну что ж друзья на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки под описанием этого видео пишите ваше мнение что вы думаете об этих наушниках а также пишите топ ваших любимых наушников а я обещаю что скорым временем встретимся всем пока